всех приветствую с вами я веган христолюб мы с вами сегодня поговорим о святости совершенстве как понять достигли святости стал я совершенным стал ли я невестой христовой до достоин ли я небесного царства превратился ли я в любовь в полную да об этом сегодня поговорим ну на картинке на значке видео видите ролик называется свет ли я такой нимб себе на голове и пририсовал вот такого человечка изобразил да и ролик назвал достигли совершенства какие признаки причины как понять достигли я этого состояния до подобные ролики уже еще в начале я писал очень много о рождении свыше о пути развитии возрастания во христе в святости в совершенстве до достижение этого совершенства я как-то писал таких роликов достаточно много принципе сегодняшний ролик будет похоже потому что он так скажем заключительный всем тем роликом хотя там все говорил о том как и что и даже как понять что ты достиг но сегодня решил выделить не помню вчера вечером что-то было причины для этого какой-то что-то я муж прочитал у кого-то не помню вот ну в общем решил записать и и конечно же когда горел рождение свыше знаете вот почему я помню когда писал многие просто вот взрослые люди уже многие старше меня и многие в сектах естественно в православии особенно помню по на в начале моего пути меня окружали и вот для них конечно было чуждое понятие а почему да все потому же потому что чем они убили вообще христианство да вот начиная и вы знаете как я сильно борюсь этим лживым учением лживым лживой практикой крещением младенцев да то есть когда человека просто лишают просто лишают вот этого счастья радости переживания зачатия от бога и рождение во христе в боге до в святости почему потому что что-то и они не знают ты будем спрашивать дима рожден ли я свыше как понять рожден я свыше не помню так и спрашивали не могли понять что и что это и как это потому что им чуждо это понятие потому что что они они с детства православные меня прокрестили в православнее мама мама попросила в 16 лет сама вообще не верующие неф и вообще ни разу евангелие не открывавшие не читавшие не паника не храма не православная но вдруг когда нам но мы сестрой практически одногодки по 1617 соответственно был ей на год она меня старше вдруг мама решила нас мыть школу по заканчивали вот и попросила нас до чтобы мы крестились в православной секте зачем я тогда так понять и не мог ну вам попросил мне когда лампочки я там жал смеялся богохульничал вот здесь никакого не оглашение ничего вообще не было пришли я с работу отправил я на себя работал ушел там меня подменили все приехали все это ерунду прошли в центре города двадцать было вот то же самое что младенцы что такое в принципе тоже самое меня лишили так скажем радости и и знакомства с истиной и переживания и зачатие рождения от бога да как это все понять то почему они все это пропустили а очень просто потому что и извратили истину да просто подменили и как иисус говорил заповеди божьими преданиями бреданиями человеческими вот поэтому им чуждо эти понятия им чуждо это истина эти знания эти переживания и жизнь боги они может быть родились православными они что повенчались православными они что подохли православными их отпели и все хорошо и в аду жарится в котле а почему а потому что жил как все родину защищал соседа матюрил матить матюрил до жену избивал напивался до куматоза и прочие прочие вещи жил как все да все как все православные да но обязательно был крещённый обязательно был обвенчанный обязательно был прочищенный обязательно опеты был да как православный вот и все вел святую жизнь человеку не любил животных нет убивал заботился о природе нет засрали вон все я живу в селе все село засрали любил людей не стучал на соседа в кгб чтоб забрали да но православный это обязательно ну с протестантами ним не лучшая ситуация потому что у них рождение свыше что такое когда-то пришел в их секту на тебя все возложили руки помолились это обязательно должен забормотать на непонятном языке якобы ты да принял духа святого теперь ты рожден в христе конечно чепуха настоящее зачатие от бога это тогда происходит когда рассказываю все собственного опыта когда ты в трезвом уме и здравой памяти как говорят да действительно по откровению божию бог темух явно явиться как это было со мной да но явился мнение иисуса и его сне бог этот бог не сказал купить библию да я познакомился с евангелием с жизнью историю бога любви явившегося во плоти и действительно как иоанн богослов прекрасно рассказал зачатие происходит да мы все зачат от бога тогда когда мы что принимаем это семечко вероучения какое иоанн богослов любимый ученик иисус христа так и сказал познав любовь божью в том что иисус положил за нас душу свою бог любовь явил свою любовь делом да мы познали эту любовь его этом поступке и уверовали в нее в нее вот тогда когда ты уверовал в любовь именно тогда ты принял в себя это семечко божие именно тогда ты крещен духом святым в том иордане в котором крестился иисус от духа святого да это только слова конечно же ты принял это учение и тебе предстоит путь когда же я рожден свыше видите как я сегодня начинаю казалось бы о совершенстве будем говорить но прежде чем говорить о совершенстве поговорим о всем пути вы знаете мои проповеди всегда объемлющие и стараюсь все охватить когда же я рождаюсь свыше вы помните после этого дух святой ведет иисуса в пустыню и любого человека зачавшегося от бога который в сердце в ум свою принял эту мысль что я хочу быть богом я хочу быть совершенным я хочу стать абсолютно любовью такой же любовью такой бог любовь явившись во плоти иисус христос явил миру своей жизни и своими словами своим учением когда ты принимаешь внутри найти у тебя начинают нереальные брожения все твои мысли ты все переосмыслишь все передумаешь это начинается твоя пустыня неважно и у кого-то есть возможность у таких как я была уйти в уединение телесное да как иисус пустынные места так и я стал скитаться по минимально к людям приближенным местам да где-то быть максимально в уединении осмысливая познавая суть жизни да суть истины или вы там понятно уже люди семейные не мог никуда уйти у них начинается внутреннее брожение они еще не бегут менять свою жизнь но действительно приняв это целыми днями там читая евангелие до размышляя о боге чувства в себе этот свет который ты принял ты весь внутри светишься да ты весь свет ты принял это семечко от бога рождены помните как апостолы пишут да ты весь внутри ты весь переквашиваешься перебраживаешь ты все переосмысляешь ты все передумываешь ты во всем раскаиваешься что такое покаяние что такое пустыня это символ покаяния в который шел сус покайся как говорил ян креститель по сути иисусу данный сус не имел нужды в покаянии но всем говорил сус прокладывал нам внешне показывал как этот путь проходит и потом иисус сам говорил всем да покайся и сотворить плоды достойной покаяния символ этой пустыни в которую шел иисус это было естественно символ покаяния когда человек внутри раскаивается во всех своих злодеяний игры и принимать твердое решение изменить свою жизнь и стать святым я знаю этот момент я всем рассказывал когда это было со мной да вот именно тогда когда ты действительно искренне искренне выбираешь христа своим учителем богом прочитав евангелие увидя его путь жизни внутренне светом его обличать кто помните рассказывал как я под райской яблонькой действительно я бы не райские яблочки кто знает такие маленькие был огромное дерево я там жил в одном месте и в очередной раз перечитываю евангелие когда действительно я уже просто убедился не убился а внутренне принял такое решение твердо что я хочу быть как ты я хочу иметь такого брата друга как он и говорил да чтобы быть братом и другом христа сестрой хотите невесты да то надо быть соответствовать ему как он сказал быть такими же как он он дал нам примеры чтобы мы шли по стопам его как говорили апостолы он сам говорил что идти за ним взяв крест свой и я помню как узнает я там рухнул да на газончик на котором да и рыдал я знаю что он стоял надо мной и я был до хотите зачем да то есть действительно я покаялся да вот ну потом действительно и все эти перекваски и когда ты действительно встаешь уже на путь деятельный выход иисуса в пустыне в силе духа как написано луки очень хорошо да в жизни ты символ того рождения ты начинаешь творить дела начинаешь менять свою жизнь всех сферах вот это очень важно так происходит рождение ну естественно потом ты должен возрастать если ты не возрастаешь беда знаете вот я земледелием занимаюсь люблю землю живу на земле последние года да уже уже не последнюю немалую часть жизни можно сказать да вот и вы знаете когда сажаешь ведь ростки надо ну да они всходят иногда не все одинаковые даже ты их высаживаешь уже если там рассаду высаживай выращиваешь потом высаживаешь вы знаете некоторые загибаются как иисус говорил там про тернии да но вы знаете бывает без всяких тернии при достойном уходе за растением все равно какие-то развиваются и разрастаются переносит плоды а некоторые просто вот так остаются ну никудышными да то есть до какого-то уровня развиваются и все потом просто останавливаются какие-то причины возможно есть человеку и земледельцы невидимые да ну из таких вот не 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 явных которые там терния заглушила солнышко вышло ты не поливал она на на плохой почве была посеяна почву плохая земледельца подготовлена то есть казалось бы ну кто кто земледелец знаешь только оказалось бы ты все соблюла в принципе да пусть даже какие бы не были с и не соблюдены условия но ты все-таки все эти два растения они же при прочих равных как говорит то есть эксперимент в принципе справедливые правильные да у тебя при прочих равных всех тебя вот два растения в одной земле пусть хороший или не бород не очень хорошие но они два в этой нехорошей земле то есть все условия равны под одним небом в одной грядочке буквально там в 10 20 сантиметров духа друга но одно развивается и приносит плод как иисус говорил до доходя до совершенства до зрелости а другое вот останавливается в развитии все действительно задумываешься что дело в семени ну или вот в этом уже растение который вдруг решила там как-то остановиться это тоже очень важно конечно же не остановиться в пути но вы знаете я вот не знаю много ли людей которые вот не каким-то не какими-то дьявольскими так назовем неправильными путями пришедшие к богу которую которым какой-то чепухню в голову вбили про спасение по вере там до которых вот с детства крестили окунали во все что есть и не есть до головой вниз и вверх вот конечно которые такие приходят не то что отваливаются они там от истины они в ней не были никогда вот это очень важно тоже понимать конечно отвалишься когда ты вне истины знаете ли которые по-настоящему познали истину как можно как павел очень прекрасно сказал кто меня отлучает от истины от любви христовой скорбь теснота гонения смерть даже до болезни ничего меня от истины когда читаете христос иисус бог любовь это все синонимичные слова истина да когда он говорит кто меня отлучает от любви христовой ну подразумевается истина кто меня от нее отлучает никто ну или что меня от нее отлучает ничего вот я собой тоже свидетельствую я больше уже сколько то не знаю 13 лет до после покаяния и кто меня за это время отлучал дает мне отлучает для никто любовь настоящая истина что в чем ее плюс если ты познал настоящую истину истина делает человека критерии абсолютно счастливым человеком не по плоти по плоти ты будешь страдать этот мир греха мир лежащий во зле ты будешь страдать и от природы которые прокляты за человека человеком по сути проклят когда он пролил первый раз кровь животного на нее и ее детей да ты будешь страдать от тех самых животных тему что элементарно покусать собака ты будешь страдать от людей естественно от грешных вот поэтому по плоти ты будешь испытывать страдания соответственно душевные переживания и тебе будет приносить все равно боль но по внутреннему зная что все это временно ты будешь сестра счастлив вот зная кто ты куда ты идешь да вот поэтому уж каков каков признак истины это счастье поэтому павел принципе ничего великого не сказал и ничего не ты же великого ничего такого сложного и ничего такого знаете опять тяжелого или трудного и неудобно осимого как иисус говорил о бременах иудеев или современных иудеев там начальников православных католиков протестантов доктор на своих адептов накладывает бремена неудобно осимой до которых сами пальцы не доказываются благословляют на войну только сами то не идут воевать там на украину украинцев убивать да потому что действительно кто меня разлучит кто от счастья захочет отказаться истинно и поэтому и самые самые правильные верные критерии того познали выяснят внутреннее счастье внутреннее счастье абсолютно и что ты будешь улыбаться когда тебе будут зубы выбивать да там грешники нет за правду допустим за то что главу лишь своим устами ты по боли будешь страдать тебе будет плохо но ты всегда выйдешь из этой ситуации в духе правильно потому что ты в истине ты знаешь истину ты всегда до врагам даже своим явишь любовь да это очень важно вот так вот поэтому конечно же этот критерий тыс на это счастье критерий познания истина значит кто нас от этого отлучит кто откажется от блаженства никто да вот по поводу и по поводу еще конечно же истина на не только в любви у бога есть три сущности нераздельны неразлучны неизменны навсегда да это вечность это свобода и это любовь но если любовь это добровольный выбор человека то вот вечность не зря такую картинку вам выбрал есть такая понятие как спираль бога или спираль фибоначчи который это скажем описал на ученые ничего не открывают слова неудачно открыли как будто это было но открытие может неплохо да был просто закрыт как будто не существовало они открыли ученые лишь описывают каким-то языком какие-то определенные события вот это вот спираль фибоначчи это спираль бога бесконечно скручивающийся и бесконечно раскручивающие это символ бога до символ вечности и вечная жизнь верим мы в нее не верим она всегда есть она всегда существует мы и обладаем априори потому что бог всячески во всем бог вечен бытие вечное ничего не уничтожим и в мире так происходит изменение формы вот и все вида формы размеров сущности там да но не ничего не в мире нет ничего невозможно уничтожить бог просто есть когда моисей спросил бога кто ты каково твое имя сущность что ты такое кто ты такой он сказал я просто есть кто может сказать что такой человек я просто есть кто я я не знаю кто я что это такое я просто есть вот и все я есть и все я счастлив их просто есть и поэтому вечно вечная жизнь она паль принятие этого в этой матрице смерти в которой мы живем после грехопадения после 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 убийства адамов с его нашими прародителями живого существа животного ради куска его трупа чтобы сожрать те кто просто противиться этой истине до вечной жизни ну естественно они сами несчастливы те кто принимает это примеряется с богом примеряется этой истиной не несмотря на то что живут во временной матрице смерти те просто сами обретает полноту счастья я своего отца все время пытаюсь но по плоти отца до жизни именно через это переубедить все время все время вспоминаю когда вот с отцом за это заговариваю игру слушай если бы завтра сдохнем все им так по-простому говорю тогда какой смысл вообще в добре и зле почему я себя привожу на очень близких примерах каких я люблю очень людей знаете вот колоть в том плане вот в те места которые им понятны или слушай если вот ты гришь эти червяки сожжут ничего нету не вечной жизни не ответственности не суда да все безнаказанная какая разница какой смысл тогда в любви павел праздник сказал если завтра рублю умрем умным об этом контексте и говорил что за ешь пей веселись душа моя ни добра ни зла он к зачем я тогда подвязаюсь зачем-то страдаю там действительно жертвенную любовь проявляю вообще какую-либо любовь ешь пей веселись то есть хапать себя получать гости с неудовольствие может быть даже за счет других и ничем не 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 ну не чуждайся да не важно да что на пути у тебя сколько трупов ты положишь ради получения собственного удовольствия я отцу говорю слушаем тогда какая разница если мы все сдохнем как раз как я к тебе отношусь я могу тебя кинуть убить забрать твою квартиру я всегда говорю жизненными примерами чтобы было понятно почему я тогда должен к тебе как-то относиться заботиться в старости какой-то смысл какой смысл вообще о чем-то разговаривать и рассуждать там о добре и зле что плохо что хорошо задумываться там о политике не политики зато и зачем смотришь новости всем вообще интересоваться миром если завтра ты сдохнешь неважно сколько ты проживешь 40 50 60 8 100 это мих в вечности тебя не будет и все миллиарды людей уже жили на этой земле какая разница буш ты нет какая разница до тратить свое время звонить что-то интересоваться твоей жизнью зачем это все тебя ну сегодня ты сдохнешь или завтра какая разница тебя не будет тебе будет все равно звонил я тебе не звонил посещал не посещал подал кружку воды но вот вы знаете вот говоришь об этом все равно не пробивается вот удивительно удивляешься как человек может упорствовать против истины вот поэтому конечно же истина делает человека самого счастливым и без и без истины и без вот это та же самая вещь часть ее это вечная жизнь до одна из сторон этой истины делает саму счастливым действительно когда ты живешь вели понимая что ты вечен у тебя кардинально меняется жизнь что ты вечен что и у каждого будет как иисус сказал да здесь мы все как на одном поле плевелой пшеницы но настанет время разделения плюс разделение поэтажного до каждый каждый будет с такими как 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 с такими людьми в царстве небесном или в аду как какого уровня он и сам чтобы что познать на себе потому что познать зло или добро можно только совершая его да и совершаю относительно других мы почему-то не понимаем вот когда по собственной шкурке это прошлось на сразу все понимаю вот это очень важно вот и действительность будет и понимаешь конечно же ты начинаешь не бояться там страха игру потому что все равно страха страх никуда вас не возведет действительно просто вот это как и она богослов прекрасно сказал это вера в любовь и на вера в любовь желание это любви там послом вера и жажда этой любви до алчбы и жажда иисус так и сказал что прежде чем увидеть бога надо что сделать при познать что в тебе этого не было сначала конечно блаженно нищий духом потому что в желать блаженный алчущий и жаждущий но пролить слезы поплакать конечно искал об этом это все происходит естественно если человек искренне делать все естественно происходит да что он говорит о я грешно грешно супер грешно как православные толдычит от рождения до смерти нет действительно когда мы соприкасаемся с истиной я рассказывал кто меня знает когда бог не явился когда мне этот свет и любовь открылась конечно в этом свете любви ты видишь всю свою чем всего себя сегодня да вот и конечно там нахлынивает такое покаяние такие слезы действительно сокрушение о том что вот то что это в этой любви пребываешь и понимаешь что ты ее не не достоин потому что ты-то зло вон сколько дарина ставишься зло дело то что выдумываешь я грешный грешный супер грешный да вот а ты действительно тебе все открывается это все это видишь и тебе действительно стыдно да вот и ты меняет их ты его желаешь это любовь который счастье да в которой не стыдно в которой нету зла есть одно добро вот и вот это вот вечная жизнь конечно же когда ты понимаешь ты уже поменяешь свою жизнь абсолютно меняешь ты во-первых перестаешь куда-то там бежать как белка в колесе да ты вечен вот эту жизнь воспринимаешь по-другому как именно вот именно школу жизни экзамен возрастания достижения святости и совершенства ты понимаешь что в будущем мире него в чем этом не будет нужды ты не будешь иметь нужды не в питании не в одежде не в крови над головой да мы не будем рабами вечно потрачить там до природы не будет больше проклята за нас потому что мы стали святыми и будем находиться в святой природе которая все для нас будет давать плоды каждый день круглый год без нашего даже труда вот мы будем трудиться мы будем человек труд тоже райски будет будет царство небесного труда где-то с радостью что просто делаешь мы творцы мы созданы по образу и подобии бога творца это надо не забывать мы всегда будем творить будем творить свои мерки кто-то считаешь как мы здесь берем землю строим дом творим вокруг себя какой-то жизнь ухаживаем за всем точно так же и в будущем конечно будем вечно творить это очень важно но опять же мы хотим творим хотим нет нам никуда нету времени есть жизнь есть движение но нету времени мы никуда не спешим никуда не торопимся и ничего нам не вредит да не растут сорняки не гибнет урожай если вовремя не собрал там будет благодать на благодать вот и конечно же принятие вечности просто менять твою собственную жизнь второе свобода конечно же свобода она априори принадлежит человеку даже когда я от нее отрекаюсь словами я не могу я не хочу у меня дети я не могу себе позволить там на митинги выходить в политике участвовать за добро заступаться перед маньяком на улице да или кто-то кого-то бьет у меня вот каждый когда за свой шкур трясется это уже вы обладаете от свободы вы уже отказались от истины от свободы выбора я не могу я раб мне выбора не туда нет так только что им свободным выбором отказался такая ловушка знаете ловушка истины что тем кто говорит я что-то там не могу потому что выбрать между добром и злом потому что вот да потому что ты идешь на твои глазах кого-то дубасит да и ты не заступаешься это зло потому что не участие не не защита добра не защиты истины это тот такое же зло да при есть такая один мудрец сказал при молчаливее большинства творится при молчи при молчании большинства творятся самые великие беззаконные вот это очень важно поэтому свободы мы обладаем тоже при вы хотим мы не хотим любой выбор даже отказ от свободы якобы вот я я просто раб я я не могу у меня ипотека там да нет ты уже отказался уже отказался от своего выбора между добром и злом то есть ты даже отказавшись от него ты выбрал ты сделал свободный выбор это очень важно вот поэтому этими всем просто обладаем хотим мы не хотите вопрос что мы принимаем да я свободен или явном конечно стал свободным ты освободишь все этого. Когда ты будешь на стороне правды и творить добро, благорестовывать истину, выбирая вот всегда сторону света в любых ситуациях жизни, Бог не оставит тебя. А если оставит, значит, это путь чего? Жертвенная любви, о которой мы сегодня еще будем говорить. Ну и переходим ближе к теме. Еще раз, да, сегодня ролик, как называется, «Свят ли я?» Вот как это понять? Я говорю одновременно, если вы заметили, я вынужден, как Иисус, и как любое дитё света. Всегда говорит двумя языками, конечно, и детским, и взрослым. Когда я предстану на суде, перед Богом, перед светом, что во мне? Окажусь я этим светом или тьмой? Извечные вопросы, поэтому сегодня этот вопрос и звучит у нас. Кто же я? Что во мне? У меня есть подобный ролик, тоже еще и как записал, «Дела, как зеркало души», это тоже очень важно. Но мы сейчас до этого доберемся, да? Вот кто я? Достиг ли этого? Стал ли я этим ребенком? Помните, как Иисус говорил, «Которым если не стану, не войду в небесное царство». Стал ли я этим светом? Смогу ли я соединиться с этим светом? Или я тьма? Или я солома, которая от огня поедающего просто побежит? Или я действительно золото, которое жаждет попасть в горнила, чтобы быть максимально окончательно очищенным, имея некие примеси. Это очень важно понять, что во мне. Это очень легко. Я говорю, я ролик тогда записал тоже. Найдите у меня его, по-моему, так и называется. Либо это на значке написано, либо это так его название. Тогда вы в поиске найдете «Дела, как зеркало души». Пишите в комментариях, когда я об этом говорю, я могу давать прямые ссылки. Я, естественно, свои ролики легко найду, поделюсь. Он просто сегодня будет близок к теме. Ну и как понять-то? Пришли мы к чему? К очень простому. Да, естественно, по делам. По-внутреннему мы уж с вами сказали, конечно же, этот свет в тебе внутри, этот дух святой, это семечко, которое ты от Бога получил. Это что? Это твоя вера. Я говорю, вечную жизнь. Я говорю, хотите, не хотите, просто я на вас самим делаю счастливым. Ты можешь не верить в воскресенье Христово, просто сам будешь страдать. Поэтому это, конечно же, принятие, примирение с вечной жизнью, которую мы потеряли вместе с Раем. Это свобода. И, естественно, самое важное, это любовь. Любовь – это доброта. Что такое любовь? Что такое добрые дела? Господи, сколько об этом тоже, вот, казалось бы, говорят. Слушайте, все очень просто. Доброе дело, когда ты делаешь кого-то счастливым. Счастливым можно сделать человеку, как только доставляя ему какие-то, что? Удовольствия, наслаждения. От этого мы испытываем радость, доставляя нам боль, причиняя боль, неважно, какую телесную, психическую, психологическую, там, душевную, духовную. Мы страдаем, да. Радуемся мы от получения удовольствий. Всех, всех возможных, каких только может получать человек, человек, всем своим существом. Неважно, как он там любит раскладывать, дух, душа и тела. Я. Я есть просто. Любит все вот это ковыряться, да. Ничего не понимаю. С любовью тоже все очень просто. Вот очень просто. Как понять, достиг ли я совершенства? Свят ли я? Буду ли я с Богом? Попаду в небесное царство? Все очень просто. Я об этом много раз рассказывал. Есть ноль. Невидимая грань. Бесконечная, да. Хотите рай, назовите эту линию. Есть экватор у шара, да. Есть все, что ниже. Есть все, что есть. Все со знаком минус. Есть все со знаком плюс. Я об этом, кто знает, много раз говорил. Все сегодня об одном и том же уже пережевываю. Что у меня уже неоднократно сказано на канале. Все, что ниже. Все, что ниже ноля, ниже рая. Все, где начинается ад и гиена. Да. Это все, когда я творю зло. Поэтому первое. Чтобы достичь небесного царства, конечно же, человек кладет себе запрет. Или табу. Есть такое слово. Полный запрет. Полное табу. Да. На что? На творение зла. Это очень легко. Вы еще доброго ничего не сделали. Вы просто отрекаетесь от зла. От реального зла, причиняемому миру. Мир делится, в принципе, так, если крупно, на три природы. Да. Или сущности бытия. Об этом, в принципе, в книге. Бытие в первой главе так и разложено. Да. Первое – это природа. Это тоже жизнь. Это тоже живая материя. Потому что Бог всячески во всем. Вот. Но важно понимать. Да. Если у нее чувства. Так уж. Вот. Есть растительный мир. Это первый. Природный или растительный мир. Второе – это мир животных. Мир живых душ. Которые уже испытывают эмоции, чувства. У них есть нервная система. Сердце, ум. Которыми они там все это анализируют. Переживают. Все это как соединено с душой. Мы дальше ковыряться не будем. Я говорю, это только глупцы всем этим занимаются. Вот. То есть, они тоже испытывают радость или страдают, да. От причинения боли или испытывают радость от удовольствия и наслаждения. Покушать. Почесаться. Заняться сексом даже животные этим занимаются, да. Вот. Живые души. Сам настоящие живые души. Причем многие из них очень высокого порядка. Уже близкие к человеку. Дело не только в обезьянах. Это крупные. Это всем лекопитающие в основном, да. Вот. У них и семейные все узы есть. И общинные узы. И помощь даже и своим, и не своим. И своим, и другим животным. У них очень развита у многих. Чего даже у людей порой нет. Это эмпатия, сострадание. Они помогают и другим животным, да. Даже не из своего вида. Не из своего племени. Даже не из своего вида. Да. Там кошка выращивает ежат. Выкармливает. Таких случаев полно. Обезьяны, тигрят. И прочие-прочие вещи, да. Вот. И человеческий мир. Мир человеков. Ну, мир духа. Все есть. Мир ангелов. Ну, так как он... Он с нами соприкасается. Мы с ним практически нет, да. То есть, односторонняя. Такая игра в одный ворот. Они на нас действуют. Мы на них нет, да. Вот. Поэтому мы его сегодня тоже и оставим. Вот. И действительно, вот к этим трем... Таким... Природам бытия. Первое. Это запрет себе всяческого творения зла. И запомнить надо. Ты этим еще не свят. Ты этим возвращаешься только в состояние первого человека. В состояние Адама с Евой еще до грехопадения. Ты еще пока не сделал никакого зла. Это ни в коем случае. Это исполнение той заповеди Божьей, от которой отказались Адам с Евой. Невкушение, плода, здрево, познание, добра, в кавычках, и зла. Кто знает, над тем я тоже уже много раз говорил. Ну, скажу и сегодня. Мало ли другие ролики не смотрят. Там выбыл... Многие соблазняются, что почему же нельзя было здрево, познание, добра-то есть. Это не добра. Там добра надо в кавычках в Библии просто поставить. Сразу все понятно. Выбор у тебя между древом жизни, а любовь и есть жизнь. Кто любит, тот пребывает в Боге и Бог в нем. Кто любит, тот имеет жизнь вечную, Иисус говорил. Поэтому это древо жизни, которое в районе, это было древом любви. То есть, либо ты творишь любовь, добро, либо ты вкушаешь древо зла. Почему он назван добром? Там надо добро в кавычки. Об этом я много раз в своих видео говорил. Если на свою жизнь посмотреть, на свои поступки, мы все свои злые поступки прикрываем добром. Оправдываем добром. Поэтому дьявол лишь ставит нас в лживую систему. Я говорю, если в комментариях хотите, напишите мне плейлист «Истина» там на канале, в нем вот эти подобные ролики, где я все это подробно рассказываю. Никто не вкушает. Человек лишь попадает в эту лживую систему, дьяволом устроено. Ему кажется, что он между истиной и ложью находится. Нет, он уже в лжи. Просто в лже истина и ложь. Он находится в этой системе. Он уже из той системы между истиной, между древом жизни, любовью и злом уже выбыл. Он уже его дьявол захватил в эту свою лживую систему. А там ему выдает разные псевдоистин. Посмотрите на любой зло, которое творят люди. Все оправдывает добром. Любой геноцид оправдывает защитой кого-нибудь. Геноцид одного народа, защитой якобы своих и так далее. Любой зло абсолютно. Я ворую, потому что мне бабушку надо прокормить дома или еще что-нибудь. Мы всегда так. Любой злом мы оправдываем добром. Именно поэтому он так и назван. Очень важно. Поэтому тебе, дьявол, что на одну чашу? У тебя тут бабушка, хотя это зло, потому что ради этой бабушки будешь там убивать. Ты там мародер или разбойник. Но ты якобы дома бабушку инвалиду кормишь. Сам разбойничаешь на дороге. Убиваешь людей, крадешь машины. Перепродаешь их. Это не какая-то лживая система. Ты находишься в лживой системе. Это очень все тоже важно понимать. И вот первое, конечно же, это табу на творение зла. Не срывать плоды с древа познания добра и зла. Это первое. Ты не засоряешь природу. Ты не гадишь ее. Ты не вырубаешь там. Мы можем тут, знаете, делок я вам всех не перечислил. Мы все кто-то маленький в жизни человек в плане социума, да, в жизни. Кто-то большой. Кто-то бессмысленно просто так рубит дерево, приехав на шашлыки там, да. Кто-то, будучи директором деревообрабатывающего завода, гектарами вырубает. Тут суть одна, да. То есть ты себе кладешь полное табу на творение зла. С животными то же самое. Ты становишься, так скажем, ну, назовем, есть такое понятие, как веган. Ну, больше, потому что пассивный веган, да, ты хотя бы не делаешь зла. Вот. И с людьми то же самое. Ты не делаешь зла людям никакого прямого. Это очень важно. Кому может показаться это мелочью? Нет, это не мелочью. Действительно, если ты хочешь попасть в небесное царство, чтобы туда перебраться, вы знаете, вот хоть на миллиметр зайти и все, и уже вот не упасть. Вот за эту грань ноля. Надо хотя бы плюс ноль, пусть это там ноль, 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 ноль в миллионной степени будет, но плюс единичка, да. То есть туда зайти. Первое, что тут зайти, надо не творить уж какое-нибудь доброе дело. Кому-нибудь ты 10 рублей подал наверняка. И ты в Царстве Небесном, да. Ты, конечно, не ноль. Ноль – это ничто, это ноль. Это не существует. Тебя просто, как говорят, ой, я зла не делаю, да. Или там, когда говоришь, вот давай добро сделаем, да. Заступимся за кого-нибудь, еще что-то, подадим кому-нибудь. Нет. Я зла не делаю. Я же никому там не врежу. Я говорю, ну тебя тогда не существует тоже. А как насчет реальной любви проявляемой, да. Вот. Поэтому ноль – это ничто, ничего. Тебя просто нету. Если даже зла не творишь. Никому от тебя не тепло. Да, от тебя никому не холодно. Но тебя просто нету. Вот тебя просто нету. Если вы не любите, если ваша жизнь не проявляется в делах любви, вопрос нет в этом мире. Кто знает о вашей любви? Никто. Вас просто не существует. Спроси у Васи, у Пети. Да. Он вас не знает, потому что вы никогда ему дело любви не оказали. Да, он вас не знает, потому что вы и зла не делаете. Он вас просто не знает. Вас просто не существует. Вот. Но действительно, если вы хотите, чтобы вас, так скажем, узнали, вы понимаете, в каком я, надеюсь, контексте говорю, да. Узнали там, все это не узнали. Такие картины просто вам рисую. Вот. Полу-реалистичные, да. Какие-то. Вот. И действительно, то, что ты еще не делаешь зла, как я всегда говорил, ничего великого ты еще не сделал. Ничего. Если ты делаешь зло, то ты просто, да, на дне ада сразу оказываешься. Причем не в разных кругах, образно говоря, да. Потому что зло есть зло. Вот. Вот и все. Все очень просто. Как понять, что я совершенный? Ну, вот и раскладывайте. Теперь, как апостол Павел очень хорошо сказал. Если бы мы сами о себе судили, то где бы мы ни оказались, как он говорит правильно, где у меня эта картинка, то не были бы судимы от Бога. Да. Вот давайте сегодня о себе сами порассуждаем. Давайте по всем этим, сколько времени-то у нас, 40 минут, ну и нормально. Сейчас уложимся. Мои длинные проповеди, все знают, да. Ну, первое. Природа, я говорю. Это, естественно, никакого, никакого вреда природе. Начиная от загрязнения ее, да. Элементарных вещей. Ну, вернее, мы сразу будем говорить. Не твори ни зла, и створи благо, да. Библейское выражение очень хорошее. Иисус об этом, при нем его претечи говорил. Я сегодня вам уже напоминал эти фразы. Еще раз напомню. Иисус сказал, с этого покайтесь. Это очень важно. Вот именно. Если вы были на дне ада, выйдите туда до ноля. Войдите, вернитесь в рай. Верните потерянный рай. Вернитесь с него. Покайтесь и сотворите. Очень важно. Сотворить плоды, достойные покаяния. То есть любите. Творите любовь. Творите добрые дела. Делайте добрые дела. Любите. Делайте мир вокруг вас светлее, счастливее, радостнее. Но в грешном мире мы сегодня закончим. Как всегда, это не значит, что ты всем попы вылизываешь. Всему злу потворствуешь. Нет, это не любовь. Никого не обличаешь. Это как раз не любовь. В мире врачном возле любовь к грешникам проявляется в их обличении. Когда мягком. Если они слушают. Бывают в твердом. Когда они упорствуют. До этого мы сейчас дойдем. Это уже высшая планка. Начнем с природы. То есть ты сознательно никакого вреда не делаешь. Дерево можно рубить. Бог так придумал. Дерево не имеет нервной системы. Растительный мир не ощущает боли. То есть ты считаешь, когда нас стрижут. Вот. Они растут. Растут. Они имеют жизнь. Мне больно, когда меня стригут. Нет, мне даже приятно. Да, мы все с удовольствием ходим к парикмахеру. Даже сам процесс доставляет нам удовольствие, наслаждение, радость. Как можно сказать, что мне больно, когда меня подстригают или бреют. Когда я ногти сам все стрижу или за мной. Мастер маникюра, педикюра ухаживает. Разве мне больно? Нет, мне приятно. Он делает мне красотень. Все там наводит. Мне больно? Нет. Природа точно так же. Казалось бы, часть меня, человека. Бог, видите, нам оставил всегда момент и показал, что есть разная жизнь. Жизнь, движение, брошенное колесо, как я всем говорю, с горы, которое летит или катится, оно еще не обрело душу живую. Оно движется, да. Движение – это еще не жизнь. Как бы это ни звучало в противовес той известной фразе, что движение – это жизнь. Там она, так сказать, философская фраза, говорящая другую истину. Что если я двигаюсь, я просто живу. Но брошенное колесо, обретшее движение, не обрело еще живой души, не обрело в этой жизни дыхание Бога. Это очень важно понимать. Брошенный камень не стал от этого что-то чувствовать. Очень важно понимать. И поэтому дело не в том, что в один камень с места на другое место приложили. В этом камне мог кто-то жить. Одно дело, когда человек для себя что-то использует. Минимум того, что ему нужно. Бог все сделал. Возьмите, как природа растет, растения. Леса надо прорежать. Это тот труд. Сейчас хоть и адский, но в раю был райским. Который мы должны были творить, что-то созидать. И поэтому там прореженные деревья – это хорошо, это неплохо. А вот если ты вот так подчистую все вырубаешь, там гибнут животные, потому что им негде жить. Ты просто вот так под корень гектарами сносишь. Это все зло. А именно так и делается. Злыми людьми. Потому что в заповедниках так не делается. В заповедниках редят, да, и это даже нужно делать. И для животных, и для растений, и для людей. Туда свет попадает, проветривание, влага. Это полезно, это хорошо, что люди за этим тоже заботятся, ухаживают. Поэтому очень элементарно. Первый, я не творю зла. Я нигде не мусорю, я ничего не выбрасываю. Я дома сортирую отходы, что можно, уничтожаю, так скажем. Ну, я имею в виду много, если у вас пищевые, все это, кто живет, особенно в частном доме. То есть, все это вообще элементарно. У тебя что-то опять в быт идет, что-то во вторичку идет, все эти баночки, бутылочки. Или куда-то применяешь. Или хотя бы сортируешь, чтобы все это отправить на переработку. Уже даже в селах у нас есть контейнеры для пластика отдельно. Для другого мусора отдельно. Для макулатуры, бумаги отдельно. То есть, ты заботишься, потому что ты заботишься. Потому что ты любишь, потому что ты не хочешь, чтобы был срач. Ну и второе. Сколько можешь, делаешь добра. Не взападло поднять бумажку, съездить где-то, убраться. На твоих глазах какой-то мусор, какая-то баклажка лежит. Ты остановился, забрал до мусорки, довез то же самое и так далее. Естественно, всегда добрым делом является это служение слова, проповедь. Естественно, об этом говорить. Это тоже, об этом вообще не забывайте. Это единственное, не зря я вам цепочку показал. Как я сказал, сотворите и научите. Сначала дела. Сначала сам так живешь. Ну и естественно, потом говоришь. Говорение это даже высшее. Да. Но после того, как ты сам сделал. Иначе оно будет не высшим, а наоборот, низшим. И тебе уголь именно голову будет. То есть, творишь и этому учишь. Это во всем проявляется. У вас в соцсети репостите вещи. Умеете что-то творить, сами делаете. Рисуете песни, пишете стихи. Все делаете во благо, во имя любви. Как говорится, во имя Бога. Во имя любви, во имя истины. Сами, если творите, хорошо. Если вы творец этих постов или еще что-то. Стихов, песен. И благовествуйте, размножайте это, так скажем. Передавайте все это. Делитесь этими обязательно. Роликами, видео, текстами, любыми материалами, словом. Вот. И здесь сразу, уже здесь тогда начнем. Я говорю по поводу и говорите. И, если вы такое видите, обязательно обличайте. Если видите творимое зло, это еще высшая степень. То есть, первое, все, что от нуля, это самому, конечно же, таким стать. Дальше. Ты проповедуешь, что еще выше в небесном царстве. Третье, это проповедь, заканчивается твоей не просто призывами, но и обличением тех, кого-то на твоих глазах, кто это прямо делает. Это очень важно. За это ты можешь пострадать. Именно поэтому это высшая степь. Потому что за это тебе может прилететь. Одно дело, ты так в толпу. Помните, как кот Леопольд. Давайте жить дружно, да. А другое дело, ты начнешь прямо обличать, выносить чьи-то, да. Где-то там что-то, кто-то, ты узнаешь, какая-нибудь компания разливает все это принудить. Ты все должен об этом, мы должны обличать, выносить все это на свет. Да, ты можешь пострадать. Тебя могут лишить имущества, каких-то ценностей твоих материальных всего. Да, тебя могут лишить здоровья, ну и свободы, и самой жизни. Но тех, кто познал истину, что он вечен, тех, кто хочет достигнуть совершенства и понять о себе, вот вам пример сегодня, как о себе рассудить. Достиг ли я совершенства, стал ли я святым? Ну вот рассудите, вы так поступаете, живете ли вы сами праведно, первое, говорите ли об этом. На себя сегодня посмотрите, вот после христолюбской проповеди, вегана-христолюб, вы сегодня на себя посмотрите во всех сферах. Растения, растительный мир, как я живу, все ли я делаю, я сам не мусорю, сколько я добра делаю, что-то я там собираю, часто, частенько ли я. Да, одно дело тыкнуть, обличить, вот если они прямо на твоих глазах, ты тогда не то, что молчаливо подходишь, за ними все говно убираешь, нет, ты их обличаешь. Я имею в виду, уже все, некого. И вот валяется там баклажка, да. Я вот еду, все время, тут у нас говна, где ток не валяется, все из мусорок несет, кто-то может из машины выкинул или там, да. Я стараюсь тоже себе подобрать, хотя бы до мусорки довести, да. Вот. Где-то ты что-то видишь, вот, я говорю, что-то ты делаешь, первое, да, первое, ты живешь ли, сам ли не делаешь зла, второе, сколько ты делаешь добра во всех вот этих сферах. Я все не буду стараться все перечислить, вы сами должны все это догадаться, да. После того, как я сам живу, правильной жизни не делаю зла, сколько могу делать добра, говорю ли я об этом, это очень важно. Говорю ли я, призываю ли я к этому, еще не обличаю. За это тоже уже начнет прилетать, почему это уже высшее. Да, тебя будут тыкать, ворачь, исцелись, а ты сам, ты будешь говорить, да, я от себя исцелил, я так не делал, но тебе все равно будут тыкать. Но это же не так, но когда ты прямо тыкнешь, уже обличишь, явное дело, выставишь на показ, да, вот тогда тебе может прилететь еще побольше. Вот это высота степени. Животные. Животный мир, душ живых. Не зря люди называют их нашими меньшими братьями и сестрами, да, не зря, не зря в раю они были вверены нам в попечение, в заботу. Не зря они все, так скажем, как образ был, пришли, поклонились первому человеку. Это еще был ни Адам, ни Ева, был некий человек, да, созданный Богом по своему образу и подобию. Они все нам вверены в попечение, в заботу, любовь. Что мы с ними делаем? Первое, надо стать, ну, я говорю, есть там степень типа веган и веган-активист. Для меня веган, который ничего не делает в защиту животных, это, в общем-то, так себе веган, да. Ну, первое, опять самому не творить зла. Первое, конечно же, ты станешь настоящим веганом. А кто такой веган? Тот человек, который не принимает, не участвует никак, и сколько может, да, защищает что? Свободу и жизнь животных, их неблагобытие, счастливую жизнь. То есть, соответственно, сам он не участвует ни в каком убийстве или эксплуатации живых существ. И не потребляет никакие продукты, полученные посредством этого, в том числе продукт, который, так назовем, продукт, цирк, это продукт, да, который я потребляю своими глазами, да. Поэтому кто такой веган? Он не пожирает трупы убитых животных. Он не пожирает продукты животного происхождения, молоко там, которое также получено посредством убийства ребенка, коровы, теленка, да. И эксплуатации матери, это вечные оковы, это вечные болячки, надорванное выями и прочие все эти вещи, да. И никакие другие продукты животного происхождения. Все эти яйца и так далее, где курицы сидят в клетке по 20 человек, не шевелятся с переломанными ногами и так далее. И даже деревенские яички они потребляют, потому что клетка, в которой она сидит, уже символ того, что она, да, или козочка, привязанная к столбу, уже съесть того, что ее эксплуатируют. Вот, поэтому веган тот, кто не потребляет, первое, все через живот, все, что нам близко, первая тема, это живота. Веган не потребляет продукты убийства или эксплуатации живых существ, все, это табу. Второе, одежда, да, он не носит вещи, произведенные посредством убийства или эксплуатации животных. Третье, это лекарства, да, там все, веган старается во все вникнуть там, что возможно, конечно, да, старается не потреблять продукты прямо полученные из убийства или, опять же, эксплуатации или опытов над животными, да. И далее по списку веганы, естественно, не потребляют продукты визуального наслаждения, извращенного наслаждения. Это цирки, зоопарки, все вот эти бредни, да, то есть мы против этого, и веган, естественно, выступает за свободу. За это вообще бессмысленное рабство вообще животных, не заслуженно, вечных зэков, да. Возьмите все эти цирки, зоопарки, это ужас просто, да. Все эти театры какие-то там с животными и всякие бредни, да. Все эти фотографии там где-нибудь на пляжах. В общем, веган – это человек, который против любого убийства, эксплуатации животного мира. Таких же живых душ, испытывающих, как я уже вам сегодня говорил, и мы все это за счет своих глаз, ушей, рук все знаем, что животные точно так же испытывают страдания от боли и наслаждения от удовольствия. Вот и все. И мы, естественно, поэтому веганы, вступают за то, чтобы этого зла животным делать. Ну и опять та же самая ступенька. Первое – ты сам никакого зла не делаешь. Не участвуешь ни в каком зле, которое посредством эксплуатации, убийства животных происходит, да. Ну, второе – ты об этом говоришь. И планка-то я все говорю, да, до ноля, и ты делаешь что-то обратное. Выше ноля уже. Первое – что ты делаешь, это, говорю, проповедуешь. Что ты можешь делать-то? Ну, ты можешь физически защищать животных, там, где есть возможность страны какие-то, там, или еще что-то. Естественно, ты все это тоже, ну, я имею в разных странах, там, те же самые митинги, не митинги, запрещены, не запрещены, там, и так далее, да. То есть ты участвуешь в каком можешь добре. Кто-то там эти делает приюты, спасает животных. Это то, что, ну, с приютами есть отдельные ролики, посмотрите, там тоже не все так просто. Ну, я сейчас говорю о правильной стороне приютов, вот, не так, что просто их себе в клетку посадить, там тоже якобы заботятся и хозяев ищут. Вот, ну, а это уже отдельная тема, все, конечно, не будем. У меня, в принципе, уже есть эти ролики. Домашний животный плейлист, по-моему, называется, на канале найдете, кому интересно. Вот, то есть сколько можешь, конечно, опять по плоти заботиться, да, не причиняя зла, сколько можешь заботиться. Второе – это слово, мы это все потом проповедуем, потому что сам так живет. Ну, и третье – обличает тех, кто делает обратное. Все то же самое принцип. Ну, и любовь к людям. Все тоже очень просто. Первое – никакого зла. Реально прямого никакого зла. Сам ты не подчиняешь никакого прямого зла людям во всех сферах жизни. Эту любовь всегда мы делим на добрые дела, которые мы им делаем, на тех, кто нуждается, и на тех, кто не нуждается. Тоже очень важно разделение людей в своей жизни. Причем это не важно. Очень важно, и первое – к людям отношения, чтобы у вас правильно было, и вы правильную любовь в жизни к людям проявляли. Вы должны уйти, и познавшие истину эту знают, кто меня уже слушает, а кто нет, должны принять это, изменить свою жизнь. Это первое, что вы должны принять, что все люди одинаковые. Все люди одинаковые. Если вы делите людей, ролики на эту тему, кому интересно, найдете, пишите в комментариях. Я дам ссылки, это где про разделение я пишу. Это очень важно. Если вы людей делите на кого-то, по любому признаку – половому, возрастному, социальному, образовательному, положению в обществе, талантов, художник, музыкант. И там до бесконечности можно перечислять, вплоть до родственника, друга, постороннего человека, вы никогда не достигнете истины в сфере любви к человеку. Никогда. Только когда вы начнете смотреть на своего сыночка, свою маму, своего соседа, друга, точно так же, как на всех остальных людей, не путайте дела плоти. Потому что если с вами близко человек, вы там за своего ребенка, вы, конечно, в большем плане ответственности, он вот с рядом, это вы его кормите каждый день. Это не говорит о том, что если соседний ребенок тоже голоден и нуждается, вы его не кормите. Вы разделяете эту тогда миску. Это очень важно понимать. Если он там тоже кормится, тогда вы кормите своего, она своего. Вот и все. Вы не должны своего что-то забирать, отдавать тому. Это очень важно понимать. Кто сейчас скажет, ну ты вроде такие вещи сказал, элементарные. Да нет, не элементарные. Нет, не элементарные. Это очень важно понимать. Пока вы будете в своей голове разделять людей на кого-то, пока вы не поймете, что мы все одинаковы, любая бабушка, это ваша бабушка на земле, любая родитель, это ваши родители, любой взрослый ваш человек, так скажем, да. А более того, когда вы уйдете от всех возрастных, у вас пропадут всякие бабушки, мамы, папы, дети, вы будете относиться к всем равным, как Иисус сказал. Там не женится, не выходит замуж. Там не будет стариков и детей. Там будут все в возрасте Христовом. Это очень важно понимать. Там не будет этого ничего. И правильно относиться здесь к людям, ты можешь только начать с того, когда ты всех людей перестанешь делить на вот эти вот вещи. Тогда ты будешь правильно проявлять любовь ко всем. Неважно, друг он тебе, приятель, знакомый. Это абсолютно не имеет никакого значения. Ну и любовь к людям. Все то же самое. Первое, не творишь никакого зла. Второе, сколько можешь, проявляешь добра. Это добро, в принципе, ну вот первое, я, то, что я сейчас говорил, вот эту картинку, она может не всем понятна, кому нет. Кто помнит, ты случай из Евангелия, где к Иисусу пришли там даже вплоть до мамы. Мама была, все его братья, сестры, родственники. Вон они там в дверях стоят, ему сказали, а он обвел всех пальцем и сказал, кто мать моя. Я слушаю, самого святого коснулся, ладно, там друзья, родственники. Ну, Иосиф уже почил о Боге, да. Мария была еще жива и пережила Иисус, так скажем, по плоти, да, в земной жизни, хотя Иисус воскрес, да. Ну, вы поняли, о чем я, христиане, по крайней мере. Вот он сказал, показывая на всех, кто его окружает, матерь моя и братья мои и сестры мои, те, кто исполняет волю Божью. А воля его, как Иоанн Богослов сказал, чтобы мы веровали в него и любили друг друга. Кто любит, тот ему и брат, и сестра, он сказал, и матери. Мать стояла вон в дверях, все это прекрасно слышала. Это очень важно понимать. Вот. Ну, и по поводу второго, очень важного разграничения людей и проявления любви к людям. Первое. Это вот опять от нуля. Ниже все. Это что, люди нуждаются, все выше, это люди не нуждаются. Любовь в этой жизни. Нетворение зла мы проявляем ко всем. Нуждается он, не нуждается, да. То есть, человек избитый лежит, и мы еще у него кошелек из кармана тащим. Но это вообще караул, это дно ада, да. То есть, зло мы не проявляем табу на творение зла любому человеку. Нуждающимся, не нуждающимся. Как я вам сказал, все эти родственники, друзья там и так далее по списку, приятели, сработники, незнакомый мне человек. Если вы хотите войти в небесное царство, познать истину, здесь усовершенствоваться, стать святым, это вы должны в себе дурь человеческую просто уничтожить, истереть ее, убрать все это разделение людей. Абсолютно. Относиться к своему ребенку точно так же, как к другому ребенку. Когда вы будете судить их, рассуждать, кто от кого-то в песочнице ударит, у вас должно быть абсолютно непредвзятое отношение, что это мой ребенок. Вы должны разобраться, кто кого ударил, кто у кого должен попросить прощения и сказать, прости, я больше так не буду. Настоящее покаяние. Не просто прости, я опять ударил. Прости, я больше так не буду. Более того, сотворить плоды достойны покаяния. Родители должны учить своего ребенка, чтобы он еще пришел и ему конфетку принес. А лучше 10, за то, что он его ударил. Опять возмещение, ущерба, опять сверху. Это очень важно. Поэтому с этим мы разобрались. И вот действительно всех людей, относительно меня, вас, каждого из нас, надо поделить на крупные, две группы опять от ноля. Нуждающиеся и ненуждающиеся. Нуждающийся человек в какой-то нужде. То есть, человеком какая-то беда. Я это подразумеваю. С ним какое-то зло произошло, несчастье. И вот этому человеку мы обязаны помочь. Опять же, если на пути нашей жизни. Мы не можем с вами, вот я живу в России, я не могу накормить все детей Африки. Я, может быть, даже знаю о них. Посмотрел какую-то передачу. Да, потому что сейчас есть интернет. Мы можем в любой конец света попасть. И нам показали ужасы. Где-то там землетрясения, еще что-то. Кто-то неудачно свесился. Или там что-то, какой-нибудь альпинист погиб. Там где-нибудь лежит. Я не могу всем помочь. Да, это очень важно. Речь идет. Не зря Иисус рассказал эту притчу о добром саморенении. Там вот этот вот избитый некий человек на пути символизировал что? Там вопрос, кто мой ближний. Да, не зря. И опять вопрос о ближнем. Да, люби ближнего моего. Там речь шла о том, что вот не зря ближний мой. Да, и тот, кому я должен пойти. Это человек на пути моей жизни. Это вообще, это уроки моей жизни. Моего пути. Я не иду по Африке. Это очень важно. Ну, может быть, даже миллионеры, если начнет всему миру помогать, у него завтра ничего не останется. В том плане, нет, ну, так, я к тому, что, ну, невозможно всем помочь. Даже миллионеры рассуждают, сколько они, миллион у них, потому что они там бизнес крутят, и это их дело. Все там раздавать, не все, да. Вот. Ну, действительно, он не может весь мир взять, потому что нас очень много, и просто раз отдаст, каждому по вот такому кусочку хлеб достанется, да. И мы уже об этом тоже, о добрых делах-то, я говорю, мне много роликов, все надо с рассуждением. Вот. Ты можешь куда-то заслать, это просто не доходит. Поэтому мы не посылаем там многие из нас детям в Африку, потому что мы даже не знаем, куда это, как туда послать и до кого это доходит. Это, поверьте мне, какой-нибудь миллионер, то же самое, тем же самым мыслями, что и вы терзаетесь. Только вы 10 рублей хотите. Я про это, это неплохо с миллионера решит все раздать. Это же хорошо, это высшая степень. Я к тому, что действительно иногда нас останавливают такие вещи. Ну, мало ли что там, кого, через какой-то фонд, я там не знаю, липовый, не липовый, сколько он там себе забирает. Это очень важная вещь тоже. Мы, конечно, об этих вещах рассуждаем. Да, когда у меня вот есть полно, у нас у всех на пути жизни полно божьих уроков, испытаний, где мы должны будем себя явить, да, кому помочь и так далее. У нас в России своих полно, да, детей, которым нужно помогать. Это очень важно. Где ты 100% знаешь. У каждого в городе есть эти дома-сироты, все на свете, дома престарелых, ты туда помогай. Вряд ли из нас тут зарабатывает столько, что способен хоть там еще одного-двух детей взять, там, скажем, на попечение. Пусть даже не себе, а туда это все отдавать, там, возить внимание, время какое-то уделять этому, да. Вот. Поэтому первое, это, конечно же, табу на творение зла. Не важно, кому, нуждающимся или не нуждающимся людям. Это все. Мы не творим никакого зла. Начиная от грубых вещей. Убийства. Казалось бы, такие вещи. Слушайте, ну, в современных реалиях сегодня 17 июля, 2022 года, когда расисты убивают украинцев, да, буквально в нескольких сот километрах от моего дома. Ну, знаете, как выяснилось, что все, что я об этом говорил, сколько я об этом лживом патриотизме, об этом всем воинах говорил, об этой армии гнилой. Да, что все это от дьявола. Да, вот вам живой пример. Мочит, мочит. Первая заповедь, это вообще не творение зла, это вообще лишение жизни. Куда уж дальше-то говорить-то? Ты лишил жизни человека. Все. Дальше ты ему уже никакого ни зла, ни добра, ничего не сделаешь, да. Вот. Поэтому, конечно же, это первое не творение зла, это не убей, не ограбь, как говорят, не укради, не убей, не изнасилуй. Какие-то вообще грубятины, да. Вот. Психологически есть вещи, люди издеваются одни над другими, да, там даже родители над детьми, дети над родителями уже старыми, еще что-то, да. Шеф над подчиненными, такими слабыми людьми, который тоже там и уйти не мог, там, не знаю, ипотеки, он там над ними издевается, вот, то есть от грубых вещей, ну и кончая любыми какими-то мелочами, да. Вот. Ну и второе – это творение добра. И вот творение добра действительно делится на нуждающихся и, если говорю, в нетворении зла тут все одинаковые, да. Мы не нуждающимся ничего не творим зла, не нуждающимся. А вот творение добра, оно делится действительно на нуждающихся и не нуждающихся. Злом будет, если вы пройдете мимо, не зря в притче Иисуса, все эти, кто мимо-то протопали этого человека, избитого и брошенного на дороге, это да. Поэтому мы должны помогать, это дело любви. Должны, когда славу употребляют, должны сами себе, да. И если ты стяжал эту любовь, если ты все ее раскрыл, ты стал, тем Богом, любовью. Для тебя вопрос слова «должен» даже, да. Ну, оно звучит для тебя, но именно в хорошем смысле слова ты действительно должен, потому что ты любишь. Да для тебя не вопрос, Ирина, должного. Такие уже мысли у тебя не возникают. Ты просто проявляешь эту любовь и все, потому что любишь. Вот, опять же, не забывайте, что притча о добром самарянине была Иисусом рассказана закончена, так скажем, да, и без развития, но по его жизнью и учению мы знаем прекрасно, что добрый самарянин не стал рабом этому человеку, которого он поднял на руки, на ноги, да, способствовал его спасению, исцелению, выздоровлению, да. Но это не значит, что потом он его рабом стал, или стал содержать на иждивение. То же самое, знаете, в жизни так случается, что на твою шейку просто присаживаются. Это очень важно. Мы не видим Иисуса, у которого сидели на шее, да, там люди. Это очень важно тоже понимать. Поэтому, конечно, это творение добра должно быть обязательно для тебя, ну, до ноля довести, да, любое зло человека. Но это не значит, что ты должен там этому человеку потом будешь еще что-то. Это очень важно. Я подобную тему буду позже раскрывать. Сегодня такая общая мысль. Я планирую большой цикл о любви писать, да, вот, по мелочам разбирать. Вот, там мы об этом еще поговорим. Вот, и второй, наоборот, конечно же, жертвенная любовь. И вот, как я вам говорю, это жертвенная любовь, она раскрывается не в том, что ты чьим-то рабом становишься. Это речь действительно о, так говорят, великих поступках, да. Это действительно вплоть, вот если добрый самарянин, он восполнил там нужду чью-то, но любое доброе дело, ты от себя что-то отрываешь, да. И добрый самарянин сколько-то оторвал от себя времени, денег своих, да. Вы помните имущество, он же своим маслом помазал, своим бинтами перевязал, на своего осла посадил, заплатил в больнице за его выхаживание, да, за его место и тому человеку, который будет этому хозяину гостиницы, больницы, который будет его выхаживать, да. Но он не все, не всего себя, так скажем, отдал. А действительно высшая степень, когда ты себя целиком отдаешь. То есть, ну тут опять, тут просто жертва от маленькой до великой, да. Вот, но опять же должна быть великая цель. Это очень важно. Я говорю, ты не делаешь себя просто так рабом человеческим, да. И тут тоже две такие степени, знаете, это два вида, да. Одно дело, ты там тонет ребенок, и ты бросаешься, спасаешь его, или там горит в горящем доме, и спасаешь его ценой собственной жизни, да. А другое дело, как Иисус показал, высшая степень, что ты, это любовь, так скажем, тоже, спасение любого утопающего, вот этого человека, или там сгорающего, ну неважно, вы поняли смысл, да. Это спасение как бы хорошего человека. Это тот же самый пример, что и с добрым самарянином, просто крайняя степень тоже. То есть ты от маслица, там, от бинтиков в сумке, да, до отдания своей жизни проявляешь любовь, да. Вот, от оплаты за больницу до вот отдания собственной жизни. Но это любовь к ближнему, как это, как Иисус выразил. То есть человек, который тебе ничего не сделает. Просто человек на твоей жизни, на пути твоей жизни, но нуждающийся, да. Ну, есть крайняя степень любовь к врагам, когда ты не мстишь, ничего, да, и наоборот, сколько можешь, сотворяешь благо. Но, опять же, не целую туфли, я говорю, любовь к врагам. Сегодня я распространяться не буду, просто кратко все вам сегодня озвучил. Ролик такой общий. Потом достигли я этого. Вот. Любви к врагам уж у меня два плейлиста. Там я уж наговорил, особенно в этих обстоятельствах, в которых мы сейчас живем, с этой агрессией и расистов против украинцев. Вот. То там я все это уже наговорил. Вот такая вот любовь, проявление, когда ты, да, даже вот приносишь себя в жертву именно врагам уже. Людям, которым творят тебе зло, наоборот, ты не отвечаешь, сколько можешь добра делаешь, да. Иисус делал добро, будучи распятым, конечно. Он был Богом, как я всем показываю, все это разжевываю, говорю. Естественно, Он всех питал своей пуповиной невидимой, божественной, ибо Он и Отец одно. Он всем людям дает жизнь, здоровье, силы. И благодаря Его дыханию жизни Его и судили, и вбивали Ему гвозди в руки, ноги, только потому, что эти люди были способны делать, и Иисус не забирал у них жизнь, а только давал. Он начальник жизни, да, и не имеет ничего общего со злом и смертью. Хотя свободен. Бог свободен, но не творит зла. Вот так вот. Ну и что же, заканчиваем сегодня с вами видео тем, что, ну, как я вам про Иисуса говорил, слушайте, Иисус тоже учил подставлять щеку, еще никто Ему не бил ее. Учил любить врагов, еще не будучи распятым. Это очень важно понимать. Это единственная, вот эти крайние степени, когда вот тоже тычут тебе, когда ты такой проповедуешь, таком, как я, а ты сам-то можешь. Ну Иисус то же самое, Он говорил, тыкали, врач, исцели себя сам. Здесь просто такие степени, крайние, вот именно. И их покажет только жизнь. И поэтому это единственный вариант, где формула даже Иисусом сказанная и формула жизни сотворите и научите работает в обратную сторону. Ты сначала учишь, потом творишь. Потому что ты не можешь сначала отдать свою жизнь. Но Иисус хотя бы воскрес, итог по своему воскресенью, Он уже ничему там не учил, так скажем, учеников, уж тем более народ, Он явился только близким, так скажем, людям, тем, кто хоть как-то этого ждал и хоть как-то в это пытался верить, хотя, как мы помним, никто в это толком не верил, да, даже его собственные ученики. Вот. Иисус уже не пытался им там о любви к врагам рассказывать, Он уже делом явил то, чему учил. Вот и все. Он лишь их призывал этому следовать по воскресенью свое. Вот и все. Ну а уж мы с вами, да, Потому что Иисус сказал, что это будет один раз, что даже Он не будет в каждом поколении для каждого всех человечества, для всех народов воскрешая, заново приходить на землю, жертвенно погибать, умирать, быть убитым и воскресать только для того, чтобы всем это показывать. Да, Он один раз это сделал, люди из Усуста это передают и своей жизнью, как Он заповедал, должны являть. Вот. Так что вот и все. Здесь очень просто, поэтому когда вы даже мне, кто-то может захочет тыкнуть, что сам-то ты на это способен, здесь работает простой принцип. Свят ли я, достиг ли я совершенства, здесь пока только желание, конечно же. Мое желание. Мое желание, да. Мое желание любить врагов. Я люблю врагов. Вот. Я в этой жизни изменился, да. Я никому не мщу, не делаю зла. Вот. И даже врагам. Я не отвечаю злом на зло. Вот. И я действительно понимаю, что я вечен, что я хочу войти в небесное царство. И я понимаю, что все люди когда-нибудь покаятся. Поэтому я могу изменить его только любовью. Вот и все. Поэтому в принципе это легко. Когда ты это понимаешь, то в принципе... Когда ты понимаешь, что этот мир лежит во зле, то есть живем мы в аду, ты сам отсюда и свалить пораньше хочешь, ты уже за это, за все вообще не переживаешь. Да. Вот так вот. Поэтому тут только желание, конечно. Но это опять крайняя степень, когда у тебя забирают жизнь. Тебя мог забирать здоровье, свободу. Вот. Ну опять же, забирать свободу, ты можешь орать, вы все будете там, я вас всех выйду, разорву, да. Или ты можешь говорить, что... Да, вы творите зло, и я говорю, высшая степень, вы помните, как Иисус был, конечно же, это обличение. Даже перед этим. Это обличение, это именно есть любовь. Вы помните, как Иисус рассказывал даже про близких. Да. Братцы грешил против тебя, обличи его, выскажи человеку. Здесь то же самое, Иисус прямо говорил, когда его по щеке ударили, он подставил другую, подставил. Тем, что он не мстил. Как я говорю, даже человек, который этот воин, его ударил, имел дыхание жизни, силу бить его, только потому, что Бог его, Иисус питает жизнью, да, и здоровьем. Но Иисус ему ответил. Он обличил его, потому что любит его, и сказал этому ударившему его, если я не прав, скажи, в чем я не прав. А если я прав, за что ты бьешь меня? Где же заповедь Иисуса? Вот так оно соблюдается. Это очень важно. На кресте он что говорил? Прости им не ведут, что творят. Это он внутреннее свое существо показывал. Это те же самые слова, что Бог есть любовь. Да, это очень важно. Но, когда он словами учил, он говорил, он их предупреждал. Вы дети дьявола, потому что ищете убить меня. Когда уже его распинали, он им показывал внутреннее свое состояние. Это очень важно. Вот. Так что, вот так вот. Это очень важно понимать. Это и была заповедь, исполненная любовь к врагам. Он не мстил им, не уничтожил их. Более того, отдал себя. Вот именно, когда он их обличал, его решили. Его же убивали за что? Не за богохульство, конечно, как формально это выдали. Конечно же, за обличение в зле. Да, грешников. Вот и все. В том, что они сами творят зло против других. Потому что, когда мы кого-то обворовываем, там, коррупция или еще что-то убиваем, так далее. Это же зло. Он обличал все зло в людях. Его за это и убили. Не за богохульство. Это лишь формальная причина. Потому что, за доброе дело, кто ж убивает-то? И он и сказал, за какое из добрых дел хотите побить меня? Убить меня. Ну, сказали, не за доброе дело, а за богохульство. За то, что ты называешь себя Богом. Это очень важно. Но они же не будут говорить, что ты нас обличаешь, вот ты нам неудобен. Разрушаешь нашу секту, за счет которой мы на людях ездим. За счет которой мы богатые, властные, горделивы. Вот так. Так что, как определить, свят ли я? Очень легко. Вот по всем этим критериям. По своим делам. По делам в своем жизни. Ну, и по своим желаниям, по своим стремлениям. Я говорю, сегодня вы не можете, но желания. Да. Вот у меня желание, конечно же, до конца, как Иисус сказал, до конца явил, что люблю, да. Когда придет час. Тут у каждого просто свой час, тут нечего стыдиться. Но в чем застану, в том и сужу. Вы все прекрасно знаете, этот принцип тот же самый. Вот. Поэтому не важно. Не все мы проходим одинаковый путь, тем более у нас много жизней. Да. Не все одинаковый путь, не все в одной жизни. Мы, каждый из нас, все уроки жизни приобретает. Это очень важно понимать. Вот. Но по многим вещам, естественно, мы сами себя должны судить, да, рассуждать о себе каждый день. Кто ли я? Не православные правила вычитывать, бредовые, а действительно размышлять о своей жизни. Вот. Но опять не надо превращать в какие-то там обряды. Это просто жизнь. У вас и жизнь это превращается. Ты просто следишь за своей жизнью, за своими поступками. Вот. Так что вот так вот. В принципе, все сказал. На сегодня у меня все. Я с вами прощаюсь. До следующих роликов. Кому нравится мое видео, подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых роликах. Ну и ставьте лайки. Это помогает продвижению видео и всего контента на моем канале. Если хотите, чтобы люди знали правду. Пишите комментарии. Я все читаю. На вопросы, какие есть, стараюсь отвечать. Пустите мой сайт, авторский сайт христолюб.ру Ну или по-русски христолюб.рф Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok